Из Чикаго в Омск под особой охраной. На этой неделе в объективы фото и видеокамер попал вот этот футляр для виолончели. Этот футляр дороже виолончели самой. Он уже со мной объездил земной шар. Сделан в Лондоне по спецзаказу. Футляр защищает путешественницу в багажном отделении, странницу виолончель. Перелетов у ее хозяина Яна Максина много. Только в прошлом году у всемирно известного американского виолончелиста было 200 концертов. США, Европа, Азия. И каждый город, каждая страна вдохновляют маэстро на поиск нового звучания. Они вместе почти 4 десятилетия. В 6 лет услышав виолончель в записи на пластинке, Ян Максин влюбился в ее звучание. Обучение начал в России с 16 лет, продолжил в Америке. Одним из его педагогов был Мстислав Ростропович. Наставничество легенды мировой музыки во многом определило его жизненный путь. Но со временем в классике Ян Максин предпочел свой собственный исполнительский стиль. С детства занимался классикой на виолончели, но при этом параллельно играл на гитаре. На гитаре я играл рок, блюз, поп, джаз, все, что мог. И потом, только уже во взрослом возрасте, вдруг ко мне пришла идея, что это можно смешать на виолончели, что никто этого вроде и не делал. Необычное звучание привлекает не только слушателей, но и других музыкантов. Ян Максин выступал с Андреа Бачелли, открывал концерт «Стинга». Он сам часто приглашает музыкантов для совместных импровизаций. В каждый концерт Ян добавляет фрагменты народной музыки и обязательно поет почти на 20 языках. «Стинга» Для меня это началось как хобби в очень раннем возрасте. У меня папа всегда пел, у него было несколько вот таких огромных книжек, где рукописью или на старой машинке были отпечатаны тексты транслитом на разных языках. Когда я пою, вот я заучиваю все слова наизусть. То есть я знаю каждое слово, которое в каком-то языке, скажем, на турецком вообще не говорю, но каждое слово я знаю, о чем это. До сих пор родная ему речь русская. После 30 лет, проведенных в Америке, в 2016 году Ян Максин впервые выступил на родине. С тех пор он живет в России по три месяца, каждый год. А в этом даже день рождения встречает на сцене весеннем Омске. Спасибо.